Профессионал года 2019. В Иноринмаре сегодня назвали имена лучших педагогов Нинецкого округа. Конкурс уже традиционный. На этот раз участники соревновались в шести номинациях. Одна из них – новая учитель-дефектолог. В списке претендентов сразу шесть человек. Организаторы говорят, определиться с победителями номинации членам жюри было крайне непросто. Высокий уровень подготовки они отметили абсолютно у всех конкурсантов. Итак, кто же стал педагогом года? Расскажем прямо сейчас. Актовый зал 4-й городской школы сегодня заполнен не учениками, педагогами. Профессия одна, образовательные учреждения разные. Плечом к плечу, с замиранием сердца, они ждут оглашения результатов профессионал года. Не просто конкурс, скорее призвание. Участвуют лучшие из лучших со всего Нинецкого округа. Это не только состязательность. Конечно, она присутствует здесь. На мой взгляд, самое главное – это то, что наши уважаемые учителя делятся щедро своим опытом, стремятся к новым познаниям, к новым знаниям. И вот это, на мой взгляд, очень важно. Первая номинация – лучший заместитель директора образовательного учреждения. На сцене три претендента, еще один не смог присутствовать на награждении. В итоге первое место досталось Надежде Вольхиной из средней школы села Ома. Той самой, которая не приехала в Наринмар по личным причинам. Следующая номинация – лучший педагог-психолог. Вручить статуэтку пригласили заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова. Роль педагога-психолога в современном образовательном учреждении очень трудно переоценить. Дело в том, что мир настолько быстро меняется, что без помощи профессионального психолога современному ребенку очень трудно. И я рад тому, что здесь, на территории Ненецкого автономного округа, в службе поддержки, в службе школьных психологов, психологов в образовательных учреждениях уделяется столь пристальное внимание. И вот волнительный момент. Ведущие называют имя победителя. Не обошлось в этом году и без нововведений. Впервые в рамках конкурса «Профессионал года» члены жюри определили лучшего учителя-дефектолога. Вот они, потенциальные победители. Впрочем, главный пресс всего один. Его удостоила Снежана Безвытная, учитель-логопед Ненецкой коррекционной школы-интерната. Ну а главный момент в сегодняшней церемонии награждения – определение победителя в номинации «Педагог года-2019». В списке претендентов три человека, причем не только представительницы прекрасного пола. Победитель номинации «Предподаватель года» Барахматов Адин Федорович, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа Медвенмарский социально-гуманитарный колледж имени Выучейского. Педагог с большим стажем, он посвятил своей любимой работе уже 19 лет. 16 из них является учителем физической культуры и ОБЖ в социально-гуманитарном колледже. Вадим Барахматов скромно признается – то, что станет сегодня победителем, даже не предполагал. Говорит, просто хотел проверить свои профессиональные способности. Каково это быть сейчас преподавателям кодов? Мне понятно, что еще чувства такие смешанные, тем временем, что можно сказать сейчас? Не могу сказать. Работа все равно есть работа, а преподаватель нет, наверное, такого чувства, что выиграл. Позже придет явно. Может быть, потому что это, наверное, сопоставимо с тем, когда выигрываешь чемпионат или кубок города по волейболу, потому что занимаюсь волейболом. Может быть, это совместимо с этим. Посмотрим. Чтобы оказаться в числе номинантов, участники конкурса прошли целый ряд испытаний. Писали эссе, демонстрировали на практике свои умения, за круглым столом обсуждали ту или иную проблему. Члены жюри признаются – определить победителей в номинациях было крайне сложно. Конкурс уже приобрел, стал частью истории нашего округа. И поэтому количество желающих стало возрастать. И иногда нашим членам жюри было трудно выбрать, отдать предпочтение тому или иному конкурсанту. То есть авторитет конкурс набирается. Теперь уже наши педагоги с большим желанием принимают участие в этом конкурсе, потому что они понимают, что это своего рода карьерный рост. Следующий конкурс состоится ровно через год. Организаторы не скрывают, они ожидают еще больше участников. Ведь здоровая конкуренция идет только на пользу.